Всем привет от меня и от Моны. Мы всё-таки определились и решили назвать кошку Мона. Не знаю, мне нравится, как Мона Лиза, вот, что-то типа того. Что хотела сказать? Хотела сказать, что, во-первых, остался один тюльпан, вот, такой покорёженный весь. Я, знаете, меньше сейчас читаю новости, меньше захожу в Инстаграм, я практически не читаю ничего. Вообще-то, ну, могу там пару минут уделить новостям или посмотреть там одного военного обзорщика, мы смотрим сейчас одного обозревателя парня, такого достаточно позитивного. Вот, а так я немножко абстрагировалась, потому что я понимала, что если я буду дальше так вот целыми днями листать новости, читать, что мне пишут, я сойду с ума. Однозначно. Он учёт, а мама, звоните секунду. Да, звонила мама, я ей рассказала новость, из-за которой она расстроилась очень сильно. Расстроилась, что у нас разрешили продавать алкоголь в городе с 10 до 2 дня. Я тоже не поняла, что снаряд этого решения. А ещё нас изменили комендантский час, он теперь с 8 вечера до 5 утра, был с 7 до... С 7 до 6. Что, не хочешь больше играться, да? Знаешь, Лёша я сказала, ты получила кошку, которую всегда хотела. То есть я вообще никогда не бредила тем, чтобы завести дома кота. Вы знаете, это Лёшка у нас больше по этой части был. Я говорила, если кота, то только ласково, пожалуйста. Я очень люблю ласковых, коммуникабельных котов. Так вот, Мона — это просто подарок судьбы. Ой, она настолько ласковая, коммуникабельная и тактильная. Это просто таких котов ещё надо поискать. Она постоянно мостится, постоянно мявкает, чтобы её погладили. Вот сегодня она всё утро мявкала, мявкала, пока я не пришла с ней не по... Как бы не погладила, просто погладила, поговорилась. Не, она успокоилась, всё нормально. Она тут со мной сидит, когда я готовлю. С Лёшей сидит. Вот она вообще не бесится. Она может поиграться буквально чуть-чуть. Она вот по большому счёту просто лежит и всё. Ну, то есть вообще такая халёсия. Просто прелесть. Я теперь постоянно бегаю, проверяю, как она, шо она, зову её, разговариваю с ней. Больше с ней ношусь, если честно, чем Лёшу сейчас. Вот так вот как-то получилось. Вот так вот, да. Спала она сегодня со мной рядышком в обнимку. Ну, а по поводу новостей вообще, если интересно, новости, конечно, неутешительные, если так вообще рассказывать. У нас мэра похитили Мелитопольского. У нас говорят, что самое горячее направление сейчас это Запорожское, Николаевское и Криворожское вроде бы как. Вчера у нас гремело. Гремело страшно, но вроде бы как в ИСУ работали. Потом что ещё? Ой, ой, это жалюзи. Ой, капец. Что-то ещё хотела сказать. Ну, в общем, в городах у многих разруха полная, бомбят. Мариуполь вообще просто боль наша, потому что там очень много мирных жителей погибло, больше тысячи. Там просто руины. Вот кому интересно, откройте видео, в интернете всё есть. Людей очень жалко. У нас поехал гуманитарный конвой Запорожья. И, получается, их не пустили, по-моему, на Токмак и Пологи. Где-то там их развернули. А в Мариуполь ехали. Их там вообще раздеребанили весь конвой. Позабирали еду, одежду. В общем, это просто какой-то кошмар. Бедные люди. Мне их очень жалко, потому что люди сидят в подвалах без еды, без воды. Дети, животные. Ну, это просто какой-то ужас. Просто какой-то ужас. Поэтому я же говорю, новости — это капец. Я думаю, вы сами знаете, если следите, какие новости ужасные действительно сейчас у нас здесь. Несмотря на то, что тут такое солнце, котики вот эти вот наши, ситуация особо не улучшается. Я сейчас приведу себя в порядок. У меня тренировка была. Я пообедала и пойду посижу немножко с мамой. А потом мы хотели с Калиной ещё прогуляться. Как раз погода отличная. Выпьем что-нибудь. Вроде плохо себя вёл, Калина сказала. Поэтому он не придёт смотреть кошечку сегодня. Был очень непослушный. Мама, вон, смотрите, в чём сидит. Покажи. Это бабушкины? В смысле? Ну, бабушка, вам не передавала эти чуни? Да, им сто лет, да. Да, бабушка нам всем такие тапочки шила, вязала. Вязала, вот. Они очень тёплые. Это ледяные ноги, ледяные руки. У нас очень холодно. Нет, у меня не холодно. Я так ноги в пятке почти держала. У меня просто стынут конечности. У нас стресс. Значит. Я никогда сегодня даже в кофту же напёрла. Это для меня очень, как бы, что я надела эти, носки, это уже всё. Это значит, что... Ты обычно босиком всегда ходишь. Я попарила ноги, какие-то такие я посидела, потом носки эти я надела, и чуть-чуть я была стёплыми на ноги. Опять эти трубки, ноги, там конечность. Ребята, мне очень хочется с вами поделиться двумя проблемами. Потому что я ещё не знаю, с кем поделиться. Я думаю, что вы мне поможете в этом вопросе. Первый вопрос касается моих волос. Я сразу начну с него, потому что он короткий. Уже почти месяц у меня в одном участке головы вот здесь жирный участок волос. Сколько бы я ни мыла голову, как бы я ни мыла, такими шампунями, стабильно, это жирный участок. Мало того, что у меня волосы очень сильно выпадают, они очень сильно высохли на концах, я понимаю, что это последствия короны. Но вот этот жирный участок, такого в моей жизни не было никогда. И я не знаю, что это. Других симптомов у меня нет. Может, это какое-то заболевание. Ну, к трихологу вряд ли сейчас пойду. Просто вдруг у кого-то что-то было подобное, вы знаете, что это, и можете подсказать, что делать. Второй момент. Я очень распереживалась за нашу кошку, потому что когда мы ее забрали домой, я сразу сказал Леше, что нужно ее повезти к ветеринару, потому что, мало ли, глисты, там, блохи всякое, нужно смотреть обязательно. Он сказал, что нет, зачем, мы сейчас все сами проглистуем. Ну, мы купили вот этот препарат, вы знаете, мы проглистовали его. Но я почти на 100% уверена, что у нее сейчас глист... Да я уверена, что у нее сейчас глисты. Почему? Потому что она, во-первых, позавчера, или вчера, она проехалась на заднице. Я поняла, что тема не очень приятная, но я знаю, что меня смотрят люди, которые держат котов. И вы мне должны помочь, я вас очень прошу, потому что я с таким не сталкивалась. Она проехалась вот так вот на заднице. Как, знаете, собаки тоже ездят, когда у нее глисты. Я сразу говорила Леше, что Леш, это глисты. Он говорит, да нет, наверное, у нее просто чешет одно место. Я говорю, да нет, это глисты. И сегодня я сидела на подоконнике. Сейчас, опять же, кто сильно прям впечатлительный, не смотрите. Я на подоконнике увидела что-то маленькое такое, похоже на рисинку. Я это убрала. Вот просто возле нее это было. Я сразу поняла, что это что-то ненормальное. Прекрасно знаю, что у меня всегда на кухне, как у меня на подоконнике. И что, как выглядит. Ну, я хозяйка у себя дома. Я выбросила, и я сижу, и читаю в интернете про глистов, и понимаю, что это один из видов паразитов. И да, он выглядит именно так. Это уже мертвый паразит. Все, я расстроилась. Я очень расстроилась, потому что, во-первых, кошка может очень сильно страдать. Она вот иногда мягкая. И я думала, что она просто ласку требует. А вдруг ей плохо. Вдруг у нее эти паразиты живут в легких. Но она как бы... У нее хороший аппетит. Да, у нее сильно выпадает шерсть. У нее вроде все нормально с глазками. С туалетом тоже я ничего такого не замечала. Но вот это я увидела, и поняла, что у нее 100% на глисты. Я теперь не знаю, что делать. Потому что и мы можем заразиться. И она с нами спит. И она же как бы все равно по всей квартире ходит. И мы можем даже не заметить, как сами заразимся. В общем, для меня это очень страшная тема. Я всегда эту тему очень сильно боюсь. Короче, не знаю, как теперь быть. Я, ну, в любом случае, хочу с ней сразу к ветеринару. Но мы-то уже проглистовали, что он скажет. И как себя можно обезопасить. В общем, ребят, кто сталкивался, я думаю, что сталкивались. Помогите, пожалуйста, в этом вопросе. Потому что это очень важно и для здоровья кота, и для нашего здоровья. И для моего психического состояния. Потому что я и так вечно на нервах. А эта тема меня всегда пугала. И я очень этого боюсь. Ну вот, поэтому подскажите, пожалуйста. Кто-то сегодня не спит и составил нам компанию. Говорит, когда я к тебе приду кошечку посмотреть? Я говорю, кошечка заболела. Когда кошечка вылечится, тогда придешь. Тоже думаю, блин, и Радюха же был вчера. Капец. А зачем у тебя на подоконнике есть стоп? Ну, это цветы растут. Как у мамы твоей. Крем для рук хочешь взять? Это бархатные ручки возьми. Нормально, да? Конечно. Какой классик, надо? Вот. Дорогой. Да? А тот тоже стоит столько же. Это не тот. Это не тот крем стоит 50 гривен. Бархатные ручки 20 с чем-то. Стой. Это весело. Так холодно у нас что-то. Знаете, в какой-то веке выбрались похулять вместе. В Дубарь неимоверный. Ветер ледяной. Я, значит, стою и думаю, что вот уже скоро вечер. Начнет темнеть. И мы когда темнеет, все немного начинаем погружаться в тревогу. Кто немного, кто очень. Мама, например, очень нервничает, когда наступает вечер. Темень. Когда греметь что-то начинает. Ой, ты меня так расстроила сегодня, зайка. Капец. Я за тебя хожу уже как, не знаю, жутко расстроенная. Ну, Леша сказал, что то, что я видела, это может быть, типа, как раз таки действие капель. Типа, что все сдохли. Я не знаю, как эти капли работают. И работают они так молниеносно. Но я очень надеюсь, что это так. Да. Я купила. У меня заканчивается все маска. Кукала с банановым, потому что... Ну, другие какие-то сейчас покупать уже и невыгодно. И, ну, где ты будешь их искать? Какие-то там новые. Поэтому взяла привычную. Раньше я ее всегда брала. Она мне всегда нравилась. Хорошая маска за свои деньги. За 106 гривен за литр. Потом обычный бантик. И что тут у меня? Еще шампунь. Шампунь я взяла. Ты же какой-то... Какой-то непонятный шампунь. Уже не знаю. Уже думала, может быть, ну, поменять надо в десятый раз шампунь. И все с головой наладится. Но не наладится. Я уверена, что дело далеко не в шампуне. Что проблема, наверное, идет изнутри. Зайка, слазь. Иди попрощаемся со зрителями. Давай. Попрощаемся. Скажем всем спасибо, кто нам предлагал имена. Вот. Мы определились оставить Мона. И главное, нам теперь вылечиться. Вот. Капец. Это для меня стресс. Сейчас так, знаете, со всех сторон, блин, эти новости. И то, и все. По поводу... По поводу Моны. Хочу сказать, что я читала причины. Как можно котику этим видом паразитов заразиться. Прогулки на улице. Обувь грязная в доме, чтобы котик там трогал обувь. И кормление сырым мясом, сырой рыбой, яйцами. И я просто, знаете, думаю, что это стопроцентная кормежка и прогулки. То есть два фактора. Потому что, когда мы с нее снимали ошейник, на ошейнике была специальная штучка для поводка. Скорее всего, кошку выгуливали на улице, что я не приветствую вообще. Потому что... Ну, я считаю, что не нужно ее так выгуливать. Опять теперь. Ну, выходи. Мона. Опять зашла и боишься. Ну, я не приветствую. Это мое мнение. Я считаю, что трасса на домашней. Все, пусть носить дома. Потому что, действительно, она будет подвержена всяким глистам, блохам и прочим-прочим. Ну, или надо просто постоянно ее проглистовывать. Вот, чтобы не было таких проблем. И питание. Конечно, питание. Она очень много пьет водички сейчас. И мы читали, что если кот пьет много воды, это может быть как раз-таки либо из-за стресса, либо из-за того, что перевели ее на другое питание. Пришли стопроцентно уверенно, что она питалась, наверное, натуралкой. Причем вот этим всем, может быть, сырым. Даже человек от сырого мяса, рыбы. Ой, испугалась-ка. Хвоста твоего заражается всякими, всякими гадостями. Так что, ребята, будем надеяться, что мы вылечим кота. Конечно, вылечим, скажи. Вылечим? А что нам делать с тобой? Вылечим. И тебя вылечат, и меня вылечат. Спасибо за внимание, друзья. Жду ваших комментариев очень-очень сильно. Надеюсь, вы меня успокоите. Все, до встречи. Желаю всем спокойствия, мирной ночи. Чтобы все скорее это закончилось уже. Держитесь, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok